Машбросок Доброжелательный и настолько позитивный Что тот, кто на нем побывает хотя бы один раз На всю жизнь сохранит хорошие воспоминания И вот лично мы, например Я сама лыжница Куризму, спортивно-гориентированной отношения почти никакого не имею И мы тоже решили в первый раз Командой Адекатлона Я, вот, скоро придет наш коммерческий менеджер Борис и еще двое коллег Отправиться на ММБ Надеемся, что и для нас в том числе этот вечер будет очень полезным Сначала Коля Мирошкина расскажет Про особенности Экипировки, что лучше с собой брать Как готовиться, что должно ввести в рюкзаке Потом Сергей Мирошкин и Анна Они расскажут про особенности Похождения дистанции, тактику, стратегию И физическую подготовку Друзья, меня зовут Николай И я хочу вам сегодня Рассказать про снижение Которое мы используем На ММБ Я рекомендую использовать на ММБ Может быть Такие вопросы Давайте их задать по ходу дела Да, еще прошу прощения Я забыла на самом деле представить Ребята, я не знаю, насколько Приски туризма Команда Дети Болот Она одна из самых сильных Они неоднократно ММБ выигрывали Сергей Мирошкин выиграл 5 раз По-моему это рекорд, если я не ошибаюсь Ну, вместе с Пановым Это рекорд, так что Ребята знают о чем говорят Вот, значит Сегодняшний рассказ будет рассчитан Наверно на тех Кто только начинает Ходить ММБ Или имеет небольшой опыт Для ММБ То есть для пешеходников Но я Расскажу и для тех, кто бегает И могу там Остановиться Если будет интересно Для тех, кто бегает Вот И наверное Вначале Расскажу о том Что же Одетный человек во время движения Должно быть По моему мнению Наверно Начну С того, что Является Одним из самых главных По моему мнению Это обувь Ну, я ношу тут Какие-то такие Простоки Которые Наверно И всей коллекции Докатной Мне показались Наиболее подходящими Что у них важно Важно, чтобы подошва Была Достаточно жесткой Для того, чтобы Не чувствовать микро Зелье, сучки Иметь Зелье, что поверхность Для того, чтобы Меньше скользить На Грязной Поверхности Вот Это я думаю Все понятно Если есть возможность Купить красотки Защищенным муском То я советую Иметь Купить такие красотки Вот Но самое главное Сами понимаете Это чтобы обувь Вам не жала Не натирала И была для Вас Привычной То есть Для этого ММВ Ее нужно Или разносить Или походить Какое количество километров И понять, что это Ваша обувь Вот Так же Я рекомендую иметь Привычную обувь То есть Обувь Для края ранинга То есть Для меры Привычной метров К этой обуви Наверное Еще Такие есть требования Что Если она Дешевая То соответственно Вес Вес Который Вы Несете Соответственно 100 км Хоть 110 км Сколько Я рекомендую Иметь Кроссовки Максимально легкие То есть У них Утериал должен быть Синтетический Никаких Никаких Берзов Никаких Никаких Сандалей Или В сапогах Народ бегает Или ходит Именно Проход Дальше Дальше Я думаю Носки 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 Спортивные Вот Такого вида То есть Длинные Носки Не короткие А длинные Чтобы Извещать дополнительный Длинносток Вот Носки Можно Брать Трекинговые Которые Для походов Но Я предлагал именно Спортивные Почему Трекинговые Все таки На дистанции Забиваются В каких-то местах И Начинают Натирать В этом месте То есть Там Градуются Складки Которые Натираются И Еще Есть Такие Носки Как Неопленные Носки Которые Водники Т.е. Люди Занимающиеся Водными Носки Носки Подназначили Того Чтобы Сохранить Ноги В тепле При Какой-то Холодной Погоде Такие Носки Я бы Использовал При небольшом Минусе Или При Небольшом Плюсе Не знаю Минус 3 Плюс 5 Градцев Они Бывают Разные Я использую Лично Трехмиллиметровые Сами понимаете Если Носки Трехмиллиметровые Значит Вы должны Брать обувь По размерам и размерам Больше Есть ли вопросы По обуви? Есть вопросы Сколько Дальше Одну пару Два-три дня? Да Два-три дня Потому что Можно постирать На промежочном финише Если Два промежута На каждом промежочном финише Можно постирать И постирать Опять Даже Есть Неопреновые Носки Тоже Одну пару Неопреновые Читал отзывы Что Нога Какое-то время И надо их снимать Сколько Времени Я скажу так Неопренные Носки Нужно мочить Они даже не сухими Они начинают ногу распаливать И Нога начинает на террасу Вот Я не снимаю Носки Ну многое По 18 часов По 12 часов Когда ходил пешком Не видел разницы Большой Плюс Неопренные Что мне нравится У него все-таки Толщина 3мм И он дает дополнительную Амортизацию 3мм По подошве Вы идете И для суставов Это достаточно Хорошо Но Помните Если погода жаркая А вот сейчас Весной будет жаркая погода То Если уйдет неопрение Питайте где-нибудь Мочить В любой луже Практично Ну я наверное сейчас Победу все-таки В обычных носках Вот И я тут придется Показать наши Средства Чем мы пользуем Это Бора Плюс Вот Есть такой Мазь В которой можно Мазать ноги В соответствии Для того чтобы уменьшить Трение Ноги и носка Вот Может хоть вазелин Бора Плюс И какие-то другие Спортализированные Средства На жировой основе Вот И главное Не забывать Подматывать Например Каждые 6-8 часов Снимать носок И подматывать Вот Дальше Переходим к гамашам Вот такие вот Гамашки Например От От Кослона Есть гамашки От других От Кэмпа Есть От украинских Фирм Как он называется Да Вот Ну они примерно Одинаковые То есть гамашки Это все понимают Некокосовцы Торрещают Гриностоп От Разных веточек Травы И так далее От камушков Которые могут попадать В ботинах Вот Ну я лично Не использую на самом деле Потому что Мне проще Или смелиться с тем Что туда что-то попало Или же Наоборот Остановиться И будет Дополнительно Вот Но всем Как бы Те кто идёт впервые На ММВ Я рекомендую Дальше Остановлюсь Подробно На Таком Элементе защиты Как Ориентировщика Это вот Такая вот Конструкция Которая Активно Пользуются Ориентировщики Вот То есть Передняя часть У неё Дополнительным слоем Поролом Или ещё Каким-то Утеплителем Или Каким-то Небольшим Дополнительным слоем На ней Основой Проложена И она защищает Именно голень От удара По-другому С дельефом Или Деревью Задняя часть Она тянется Чтобы плотно Обычно Затягивается На шнурке На море Не фиксируется Тоже хорошая штука Почему-то ММБ Её мало кто использует Но я рекомендую Дальше Перейдём Главное К штанам Штаны Могут быть Например Такого вида Наиболее Извинённая Конструкция На ММБ Или же Вот Такого вида То есть Это лосины Или дафи Соответственно Эти Тоже Основная Функция штанов Это Намакай столкнуть Намакай столкнуть И вам На всём Дистанции Все Дистанции Будет Встречаться Много Ситуация Когда Штаны Намакай Если Это Брод То есть Они должны Быстро Стопы Это Второе Я бегаю В тайцах И Тайцы Облегают Ногу Они Плюс Простой Пример Если Вы Идете В таких Штанах То У вас Присходит Что Вы Идете И задеваете Одну Штанину За другую Дверь 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 И При Обхождение Каких Кустов У вас Затем Будет В разы Меньше Меньше В этих Штанах Это Облегчит Это Жизнь На дистанции Со временем Через 3 часа Через 6 Через 8 Через 10 часов У вас Силки Будет Меньше Меньше И Соответственно При перешагивании Через Какой-то Препятствие Лежащих Бливнов Вы будете Тратить Меньше Силки Потому что Идя в таких Штанах Вы всегда Ногу Поднимаете Несколько Вы Вопрос Два Вопрос Вы Пробовали Если Вас В команде Так Металлички Шипы Да Я понял Металлички Шипами Я никогда не использовал Ни на Рогеймер Ни на МФБ Не знаю Почему Наверное Потому что Движение Такая высокое Тогда Нужно Именно Бежать А не сидеть Затем Под ногами Поставить Ногу Не всякое Получается Но В основном Нормально Вот Какие Кроссовки Больше Живут У нас Наверное В команде Обширный опыт Соломона Брукс И Наверное Инновой Вообще Моделей Всех брендов Много 3-4 ммб Кроссовки Живут Потом Зашивать Убер Я бегаю Бруксер Мне пока Нравится Уже Прижили 2 сутки И 3 ммб Пока Уже Есть такой опыт Кстати На прошлом мб Есть Романец Кроссовки Он бегает Он сказал Что бегает За 500 рублей После этого Он бегает Дистанцию И их выкидывает Так называемый Одноразовый Если прикинуть Сколько стоит Например Соломоны 6 тысяч рублей То есть Можно взять 12 пар Ну это Тоже на любителя Потому что нужно Смотреть Как Кроссовки И все Так Если по штанам По обуви нет Больше Вопросов Давайте перейдем Дальше Это Верхняя одежда Верхняя одежда Это Это Или Какая-то Легкая футболочка Я вечно использую Длинным рукавом Можно из коротких держать Или просто рукав по два раза То есть Синтетическая футболка Которая Сохнет Быстро Набирает Ну Зачем Пакет Это Для Осеннего ММБ Тоже Синтетическая футболочка Но Более теплая То есть Это Какой-то Такой Средний Утепляющий Строй Который Можно держать Например Днем Или Идти Днем А если Дует Ветер Можно использовать Синтетическое Ветер 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 В Докатлоне Есть Такие модели Ветер 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 То есть Это Ветер 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 накидку, я так понимаю, или тоже взять мембранку. То есть это ваше предпочтение. Вот, если вы движетесь, соответственно, вам при движении нужно минимум одежды. Если вы где-то останавливаетесь, вам нужно взять с собой что-то упекляющее. То есть можно взять абсолютный, как я считаю, в нашей среде тип сезона, это докатроновский пуховик, он сейчас очень многие бегали на ММВ. То есть он легкий, например, и компактный. То есть он здесь глубокий, занимает буквально 5 дециметров квадратных объемов. Или флистку можно взять. Или такую флистку, или с молнией, которая сперва, то есть это как упекляющее слой. То есть упекляющее слой, например, на дистанции, то есть где-то вы хотели посидеть, или отдохнуть, или, я не знаю, замерзнуть. И упекляющее слой, например, на промежуточный финиш, или на смену карт, или на поездку домой назад, и так далее. То есть я всегда беру утепляющий слой. Сейчас на ММВ я еще брал дополнительные штаны флистовые, которые мне пригодились во время муака на промежуточном финише, и я в них еще в полу и ехал домой. То есть это тоже элемент экипировки, который, ну, осенью я считаю, что необходим. Или такие штанишки, или тоже лосинки, но не легкие, а такие утепленные. Так называемое теплое термобелье, или же и теплое лосинки. Можно брать комплект, не знаю, там, одежды на бег, одежды на пивак и там на поезд, но у вас там получит довольно большой рюкзак. Вот, поэтому я бы рекомендовал брать вот этой по минимуму одежды, которую, если у вас есть время, можно покушить на билоте, то есть на промежуточный финиш, или на смене карт, и которую можно уместить в маленький рюкзак. Вот у меня есть три модели дюбляков, вот такой, такой, ну, и побольше. Вот, для пешеходов я рекомендовал вот такую модель, по литражу, мне кажется, довольно оптимально, 60 литров, можно 35 литров. Вот, для бегунов, соответственно, такую модель, ну, те, кто ультралайт бегает, то, наверное, вот такую. Хотя, что уместить в эту модель, на ММВС даже не представляет. Это, наверное, больше модель для аэрогенов, или же для каких-то таких пробегов полезно. Вот. Что важно в рюкзаке? Когда вы одеваете рюкзак, вот, вы должны понимать, что вы с этим рюкзаком пойдете по дистанции. Вот, вы с этим рюкзаком пойдете по дистанции, и вы с этим рюкзаком будете отгибать все препятствия, которые встретятся на вашем пути, вот. И для того, чтобы рюкзак вам не мешал сильно, вы должны понимать, что рюкзак не должен быть выше вашей головы. То есть в таком положении рюкзак должен бывать сидеть на спине. Ну, я так понимаю, это получается, что он лучше, если рюкзак с объемом не больше 40 литров. Если выше, то, соответственно, где-то чуть выше или чуть шире. То есть видите, за плечи у меня не выходит, я могу проходить между деревьями, за что не цеплять. Я могу перегибать, подходить под деревьями, и рюкзак мне также не будет сильно мешать. Вот, когда люди идут вот с таким рюкзаком, или берут ковлик, который вот так выпирают, они дополнительно... Ковлик? А, вот такой ковлик, да. Да, вот берут. Они дополнительно, сами понимаете, огибают препятствия, как считается, пролезть, кратим все время, усиленно это и так далее. Я бы, например, у нас, подходя к ковликам, порекомендовал бы не такой бы ковлик, а вот такой, с которым я уже 3 года бегаю, который достаточно долго служит. Это 3-х миллилитровый ковлик, который дает достаточно тепла для весны, а если осенью холодно, то можно под него постелить, не знаю, лавнин, камыш, одежду, рюкзак и так далее. И весит он, не знаю, там 250 грамм, по-моему. Можно брать ковлик со строительного рынка, который утепляет у нас помещения, но такие ковлики не одноразовые, и, как правило, на 2-й нам уже не хватает. Вот, это для бивака. Это тоже для бивака. Так, а что еще про рюкзак можно сказать? Хорошо, если рюкзак будет в кармашке, куда вы положите еду. То есть на ходу можно доставать еду, есть ее, удобно. Не надо снимать рюкзак, останавливаться, например. Если вы идете в команде, вы, соответственно, будете доедать напаркнуто. Вот, сюда можно положить какую-то мелочь. Так, мелочь сейчас я покажу. Ну, например, фонарик. Модель от Феникса, вот эта, в которой я бегаю. Он достаточно тяжелый, но светит ярко, хорошо. То есть с ним можно бегать или ходить. Если вы хотите облегчить по максимуму, то можете взять модель от Фесла, например, какую. Или от Black Diamond. Довольно много сейчас моделей. Вот. Что-то еще можно положить. Можно положить аптечку. Вот у меня, например, такая аптечка всегда с собой. Вот. Что там есть? Там есть, например, обезболище. Нурофен. Там есть какой-то пласты. Там есть бинт. Бинт. Ну, может побольше бинт. Такой ноль. Ну, йод там. Есть обезболище, ампула и штык. Все. Больше, я считаю, аптечку брать с собой не нужно, если только какие-то психические заболевания вас успокоят. Почему? Потому что если продает что-то более серьезное, то вам лучше его приручатся. с ММБ, а не продолжать дальше дистанцию. Поэтому вы должны всегда представлять, где вы находитесь, чтобы потом прикинуть, сколько вам времени нужно на его глаз. Поэтому всегда с собой имейте запас денег, который поможет вам доехать до больницы или до дома, если вы решили зайти с ММБ. Вот. Можно иметь с собой GPS. Опять же, который также помогает. На самом деле довольно сильно помогает. Мы сейчас писали статью. На X-рейсе вышла статья. Не знаю, все ли в курсе. Вот там прикидывают статичку. Последние три года. И видно, что как бы лидеры и первая десятка бегают в основном GPS. Вот. Так, что тут еще есть? А, ну, головной убор это бандана. Пластичка бандана от ММБ, например. Модель весна, весна десятого года, да. Или там полоска тоже. Осень. А вот так весна. Вот. Тоже, например, от ММБ есть утепляющая полоска. Это если осень, например. Так. У меня там еще что-то. А. Шапка. Тоже на осень. Обычно шапка из флиса весом 35 грамм. Вот. Перчатки. Тоже осенний вариант. В них можно бежать. В них можно работать на белоке и так далее. Можно использовать флисовые перчатки. Кстати, в сезоне флисовые перчатки из токотлона за 49 рублей, по-моему. Помните? Вот. Так. Ну, это все понятно, я думаю. Ну, это, я думаю, понятно для чего. А, компас. Компас. Модель от Москомпаса. То есть, модель, которую используют многие пешеходники. То есть, я раньше, когда ходил пешком, ММБ, я использую эту модель. Сейчас я бегаю, у меня модель на палец. То есть, более удобно. То есть, на шее висит карточка, которая делает отметки. А здесь на палец у вас компас. Ну. Я декомендую это Москомпаса. Никакие там ни военные, ни топократические компаса, ни силу. В Москомпасе это же есть. Так. Ну, GPS. Тут самодельное крепление. Сейчас покажу. Для GPS. Почему так? Презводители, не знаю, не делают такие крепления. Это ты хочешь самому делать. То есть, как-то вот так трепить их GPS. Вот. Карабинчик для страховки, чтобы не потерять. Вот. И ориентируйтесь. Доставят. Посмотрели, где вы убрали и дальше. Побежали или пошли. Все удобно, все с другой. Вот. Дальше. Дальше у нас бивак. Для бивака тоже все просто. Во-первых, это герма. Скоро у вас едят биваки, в которых лежат все вещи, продукты, все, что может намокнуть. То есть, герма. Войдете в герму, запаковываете и несете в биваки. То есть, если дождь или вы провалились там в болото, не знаю, упали в лужу, речку переплыли, у вас все сухое. Это первое назначение гермы. Второе назначение гермы это емкость для воды. То есть, вы пришли на промфиниш, набрали воды 25 литров, и у вас вода на биваке. Постоянно к вам приходят друзья или вы сами пользуетесь. То есть, очень удобно. Вот. Что есть в герме? В герме есть ножик. Рекомендую использовать обычный стиллярный ножик, весом 10 грамм и стоимости 10 рублей. Который поможет вам отрезать скотч, нитку, пласты и так далее. То есть, таскать какой-нибудь такой тесар, который обычно новички таскают, не рекомендую, он вам практически не потребует. Так. Котелок. Котелок тоже самодельный. Такая ванка под ананасом с пределами тройства. То есть, котелок объемом, по-моему, 0,7 или 0,8 литра. Которым можно скопить воду и, не знаю, сварить кашу, сварить чай там или, например, бомб-пакет и так далее. Ну, тут еще у меня есть еда на дистанции. То есть, это какие-то сникерсы, батончики, марсы, не знаю. Что ж угодно на самом деле. То, что вы привыкли есть на дистанции. О питании мы еще поговорим отдельно. Вот. Поэтому сейчас про снаряжение. Так. Что еще? Вот есть еще бутылочки. Такие варианты беговые бутылочки, например. Которые используются, например, в таких моделях рюкзака. Их можно вставлять в кармашки. Сюда у них ставится. Вот. И вы на ходу или на бегу можете ослепить воду. И чем удобно бутылочки, отвинтили верхнюю часть, вытащили, набрали воду в ручье или в роднике и так далее. Очень удобно. Но многие используют и питьевые системы, которые в каких-то случаев более удобно, в каких-то менее удобно. То есть вот питьевая система. Если кто-то не знает, что питьевая система, это нервная емкость с трубочкой, которая выводится на переднюю часть тушки, и которую вы можете пить соответственно. Вот. Система на ММП мне кажется менее удобна. Почему? Потому что у вас рюкзак забит едой, вещами и так далее. И чтобы вам достать питьевую систему, вам нужно что-то отсюда вытаскивать. Вы это все вытаскиваете, наливаете воду, потом опять систему, потом опять что-то засовывать, но у вас что-то не получается засунут, вы перепаковываете, на это тратите время и усилия. Но есть рюкзаки с отдельным карманом? Есть рюкзаки с отдельным карманом, да. Но вот, например, большие рюкзаки вот такие, они обычно отдельным карманом не обеспечены. Да. Вот. И я отказался с ними питьевую систему, потому что набирать, чтобы набрать ее воду, нужно доставать, например, котелок, и опять же черпать и наливать. Например, потому что ручей, он не позволяет попланицам набрать питьевую систему, как правило. И по весу она более проигрышный вариант, например, чем даже вот эта бутылка или какая-то более легкая бутылка. То есть можно использовать какие-то более легкие бутылки, например, под сока-колу, там, литровый или... Ну, только не из-под сока-колу, а из-под молока, потому что широкая горлочка. Широкая горлочка, опять же, хочет набирать полы. Зачем он для них такой бутыл? Вот. Так. Про это я рассказал. Я могу ответить на вопрос пока что? Спальник. Сейчас еще про спальник. Ну, спальник, сами понимаете, должен быть теплым, удобным и, главное, компактным, чтобы повесить взгляд. Ну, вот этот спальник, он весен, по-моему, 700 грамм. Ну, с ММВ я рекомендую иметь спальник не более килограмм. Можно спальник использовать, например, один на двоих. Вот сейчас мы используем один на двоих спальник. То есть мы его раскладываем как одеяло и закрываем там двух человек. Или же введем два спальника, сшиваем их и закрываем четырех. Это очень экономный вариант. У нас получает где-то 450 грамм на человека. А комфорта намного больше, если вы будете спальником. В таком спальнике. Вот. Так. Ложки. Ну, ложки самые легкие, наверное. Используйте ножи, я показал. Раздел шудовки не нужно брать. Для новичков я, наверное, рекомендую подумать над вариантом или пупички, горелка или горелка. То есть пупички, зажигалка, костер или горелка с баллоном, с газом. Тут, наверное, уже почти не каждого. Потому что, например, не все могут пить водой по ручья. Многие их пить, остужать, а потом уже пьют. Это уже индивидуально. Вот. И про одежду еще немножко. Одежды, наверное, много не стоит никогда брать. Но не стоит брать и мало. То есть, перед тем, как я, например, делаю вывод о том, какую одежду брать, я сейчас смотрю прогноз погоды утром. Смотрю, есть ли там дождь. Есть ли там заморозки ночью. Если есть, я уже начинаю брать не на это. Вместо близки беру, например, пуповку. Или вместо ветрозащиты беру мембранку. Потому что бежать мокрым и пронизывающим ветром все-таки довольно сложно. Потому что силы уходят еще на то, чтобы поддерживать половой баланс. Вот. Так. Могу ответить на вопрос? Вы как-то использовали на одном из ММП емкости для воды из-под йогурта. Насколько это было оправданно? Насколько удобно? Это был год назад, да. Использовал оправданно. Вначале мне сказалось оправданно, что, с той точки зрения, что бутылка весит где-то грамм 400, наверное. Не такая модель, которая у меня есть. А емкости они весят в сумме грамм, наверное, 80. Объем, который может приносить воды, примерно одинаковый. Там вот так. Для движения оказалось, что при каких-то прыжковых элементах они начинают нападать. То есть нужно работать конструкцию именно отрепления на резиночке. А в остальном, ну нормально, если понравится, то есть набегу, достаете воду, пьете, опять назад ее убираете под резиночки и нет проблем. В этом МВ я, может быть, такую же 20 лимитровую, сейчас надо подумать. Так. Ну кто еще? Тент. Так. Палатка, тент или же еще какой-то элемент. Тело, сад и так далее. Палатку мы не берем, потому что палатка она большая, объемная, тяжелая. Весной мы берем от комаров 2 сетки. Есть такие сетки, которые против насекомых. Например, одна сетка, есть у нас там у Дима Шеметейцев, которые как-то ночевали 9-й ров. 9 человек залезут туда и спали. Причем было прикольно, у нас не было с собой... Нет, у нас на 9-й ров было с собой 2 спальника, пошло дождь, все были мокрые. Тента не было, кстати, да, тента не было. Наш прогноз погоды обещал, что даже не будет. Это было два года назад, да? Вот, и что мы делаем? Мы брали с пасадеяла, я сейчас расскажу, что есть такое, склеиваем скотчем и делаем такой домик, в соответствии с тентом. В таком сетке москве. Вот. А в последний день мы стали брать тент, но тент не фирменный, который продают, а с полиэтиленом, с критерой рейтинсом. Одно разный тент, который мы натягиваем на ниточках. Вот. Который потом утилизируем. Нарфстаг? А? На финишу переделываем? А, ну или на финишу, или отдаем кому-то там, да, на финишу. Ну, конечно. Мы же не присвоим братьям. Соответственно, что здесь выгодно? Выгодно, прежде всего, вес и объем. То есть, объем у него такой, а вес, соответственно, тоже дает, грамм от 200 фан. То есть, на 200 грамм на 4 это очень мало. Ну, я не знаю. Не знаю. Как бы. То есть, тонкий, страшный, что появился сладкий. А можно попробовать? Здесь ММБ еще другой конкрет. И можно через снижение отводить на самом деле. Ну, вот мы там четыре раза бегали. Рвется, но от дождя он не рвется. Сильного ветра в лесу нет. Поэтому... Ну, вот даже трехдневный ММБ когда был, нам хватало его одного. То есть, мы... Да. Под одним центом в паре семером на ночи на осеннем ММБ. Когда был в нем. Ну, и... Дождь был тогда. Не проблем. Вот. А, запасная обувь еще. Запасная обувь. Это или стандалии, или, может быть, кроссовки вторые. Как вам комфортно. Я использую для полиэтиленовые мешки. Мешок натягивать на ногу. Короче, обматывать. И у вас получается минимум красивый такой. Который... Если вы там наденете рукой носик, носок он не промахает. То есть, для бивака я еще беру, например, спальные носки из Слиса. Не, носки не беру. Вот. Которые также используют и на биваке, и в них сплю. Опять. Ну, и там вот можно использовать еще в электричке домой. Когда он едет и так далее. То есть, наряжение достаточно такое должно быть функционально. То есть, вы используете его до ММБ, во время ММБ и после ММБ. Так. Еще вопросы? Так. Ну, если вопросов нет, давайте продолжим. Рассказываем следующих детей болот. Сергей? Да. Так. Женя. Я скажу про... Значит... Если тут все ходили на ММБ, не буду рассказывать, что такое вообще марш-броссов. Если не все ходили на ММБ, то я сделаю вступительный такой лечик. Делаю вступительный лечик или не делаю. То есть, все поставляют, все читают положение, да? Что такое марш-броссов. В этом году были весенние марш-броссов. Он будет двухдневный. Там... По заявкам 80 км по длину. Если пропускать какие-то кафе, будет 60 км по длину. То есть, достаточно длинная дистанция. В этом году ее нужно как-то планировать и проходить. Значит... Дистанцию как идти, да? На мой взгляд, ее нужно идти командой. Одиночка, как бы он сильный, как бы он в середине был, он все равно идиночка. Такая главная проблема на ММБ для одиночки, это ночь. Да? Вот ночь. Когда он уже может встать, там, ты можешь отучиваться, закипеть, никуда ходить. Такое часто бывает, там, между 4 утра и 6 утра, да? Поэтому бег надо командовать. Это, во-первых, и лучше с точки зрения ориентирования распределения положения, но и с точки зрения безопасности тоже лучше. То есть, если что-то с вами случится, напарник вам поможет. Понятное дело, что найти себе напарника очень сложно, да? Потому что я вот... У меня было, там, два напарника, да? Перед Димой, по-новому. И я с двумя напарниками никак не мог вот нескольких тех, то есть, ММБ найти общие, там, какие-то вещи. То есть, мы ориентируемся по-разному. Ну, я не говорю о том, что надо делать кто-то лучше, что кто-то хуже. Просто надо идти по-разному, да? И поэтому найти себе комфортный напарник очень сложно. Чтобы он был такой же, как ты, так же физически силён, так же хорошо ориентируется и так же и планирует. Ну, и у вас цель совпадает, то есть, не спать ночь, взять себе кафе и так далее, да? Ну, дело в том, что, если вы бежите один, вы должны быть вдвойне внимательны, да? И вдвойне себя контролируете. Вот. Вот этот контроль и внимательность, он, конечно, снижает вашу скорость, на самом деле всего. Потому что вы на что-то отвлекаетесь дополнительно, на перепроверки, на чтение легенды, на отметку с компрессингом и так далее, да? Вот. Вдвоём, я даже. Значит, надо. Ну, вдвоём, втроём, вот мы бегали маршным пятером, сейчас мы бегали с чипером, значит, конечно, по тактике это хуже, чем первый втроём или с чипером, потому что, ну, почти 100% не выспавшиеся, да, вот, на марш-красном, кто-то там заболеет, кто-то на самой дистанции устанет и так далее, поэтому вот мы реально как бы бежим командой, но мы знаем, что мы проигрываем, да, вот, чему-то вот, в таком вот общем значении. Мы по времени точим крыгами там сколько-то минут, нежели если сбежали бы королёв. Ну, мы решили пока так. Вот, самый максимальный бегать, конечно, втроём, ну, максимум четвером, да, вот, потому что каждый, ну, занимается ноль функциями, да, вот, у команды есть тратерия, у команды есть таптика, и каждый это полно. Значит, в одиночке, да, вот, я один, один я бегал, да, значит, но где-то на рассвете всегда с кем-то сливался, да, вот, два раза это был Дима Банов, и дальше мы уже с ним добегали до промежуточного финиша, и даже на следующий день иногда бежали вместе. Иногда это, а, один раз там была Марина Гралкина, такая известная ориентировщика, нашей Suzy ResVRse как, вот, и я был мне тяжёлый каждый год, да, это другое я уже бегал, ну, вот. Ну, можно сказать одному человеку, ну, он должен быть, Он должен представлять, что он хочет, он один, потому что он стартовал, нет, даже едет на финиш и он понимает, что он хочет вообще-то МНБ. Ну, например, взять все КП, он должен понимать, как будет брать, чётко. Я иду, ну, например, заложить себе силу дистанта, я иду до туда, в таком лице я иду дальше, в таком лице. Ну, условно, если вы не можете пробежать всю дистанцию, либо 60% времени не можете бежать, значит вообще не бегите. Потому что только стартуете, у вас сил много, вы можете бежать 2-3 часа. Но сил-то много в начале, односельности мало, да? Через 3 часа односельности кончено, вы прогрете пешочек. То есть, если вы не можете бегать длинные дистанции, вообще не бегаете, да, вот вы идите пешочек. То есть, пешком можно вполне делать 6 км в час, да? Такой показатель хороший. Бегом можно 7. Ну, я имею в виду не по прямой мешок капая, а по прямой мешок капая, да? 7-8 бегом можно бегать по прямой мешок капая, да? Если вы, например, первые несколько человек бегали по времени за счёт того, что побежали, да? Тогда вы устанете и пойдёте медленно. Это уже проверено. Хорошо, если у нас есть трава. А так, а так, если хотите, значит, мы приветствуем такую почту, ну, такую почту медленно, если вы знаете, что вы ходите медленно, что вы придёте на промежущий, скорее всего, поздно, ну, например, вам затяжены международные буквы, да? Если мы 50 км умножим на коэффициенты 1,2, это очень хороший коэффициент при весне, да? Получим 60 км ногами, да? 60 км ногами по пересечённому рельефу это самые меньше 10 часов, ну, скажите, 12 часов это выйдет у вас. Это будет очень хорошая скорость, да? Но вы понимаете, что вы слабые, вы неподготовленные, устали, не болели, не выспались. У вас будет не 12 часов там, а 16 часов. И если вы будете, например, адрентироваться на лидера, который, скажем, разруется полностью, то добавляйте, да, вот 15 часов плюс 16. Ну, ну, 0 часов плюс 16, получается, там, в 4 вечера вы придёте хорошо, если не придёте. А если не придёте, вы придёте попозже, например, там, в 6 вечера, в 8 вечера, в 5 лет, да, ну, и выспаться, ну, дошли ещё до следующего старта у меня. Вот, значит, поэтому нужно идти пораньше, да, вот, чтобы... Ну, старт у нас обычно 8 начинается, вот, вечера, в 5, поэтому, может, не будет 8, которые перестартовать, и, дальше, по дистанции, да. Здесь, конечно, есть проебущая тактика, но в том плане, что вы, вот, ну, лорд-майн, наверное, светать будет уже, вот, темнеть будет, наверное, 9, вообще-то, да, вот вы примерно, там, 2,5-3 часа идёте больше по темноте, неже лидеры, да. По темноте адрентироваться, конечно, сложнее будет. Ну, не полтора раза, но, может быть, на треть сложнее, на тех натех. Вот, вы тоже должны понимать, значит, на тех натех у вас в скорости меньше, в тёмное время суток, сейчас, 5, 5 плюс, там, 3, 8 часов, у вас, может, что в тёмное время суток, примерно половина, да, и, там, 8 часов светло время суток, или 10, да, то, что у вас будет. Ну, каждый должен сам решить, когда ему доходить, ну, уже синиш, сколько ему отдыхают, да. Значит, я советую для таких быстрых товарищей, давайте помочь, чтобы вот это вот плохое, тёплое, тёмное время сократить вообще на минимуме, да. Это вот первый момент. Второй момент, если вы любите всё-таки адрентироваться сами, да, а не с одним фактором, так как он живёт от одного кафе один, от другого кафе, то я вам советую тоже стрековать пораньше, да, вот, вы стрековать пораньше, вы искали контрольные пункты, вам получили удовольствие и уже идёте дальше по дистанции. Если вы преследуете спортивные цели, то, конечно, надо стрековать похоже. В тёмное время суток меньше, появились сюжеты группы, которые вместе с другими участниками, ориентируются на фаналиков, да, вокруг фаналиков обычно. Второй стоит, там, читает карту, туда-куда пойдём. А раз их стоят, и большая толпа, значит, там где-то кафе находится, да, вот. То есть, некая такая тактическая вещь, ну, она, конечно, даёт выигрыш, там, может, по полминуты, для каждого кафе. Ну, конечно, полминуты, если мы умножаем на 50, да, вот сколько у вас там, то есть 25 минут, вот, на счёт некой такой мелочи, можно выигрыш, да. Ну, если вы бежите не один или вдвоём, там, вдвоём, ну, вдвоём-кроём, вот, то можно истребить роли, да. Роли могут меняться, постоянно. То есть, один ориентируется лучше, вы знаете, что вот этот вот человек ориентируется лучше, он идёт первым с картой и ориентируется. Второй ориентируется похуже, но, он знает, что такое компас, и он следит, как ориентируется первым. То есть, идёт пара ведомой и ведущей, да, вот. Ну, а третий, если он есть номер число, то он, как-то, 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 как-то выполняется. Вот. Но, тут надо понимать, что, когда вы постоянно ориентируете, вы встаёте, да, вот, поэтому нужно менять ориентирующего, да. Вот, каждый два, каждый три, может, по времени, час, два, каждый менять ориентирующего. Чтобы человек отписал, но очень интересно сложнее, да, нам помогает сильно GPS. Вот GPS. В каком плане? Не в том плане, что вот мы взяли один от точки А до точки П, километр, идём вот под GPS, мы берём один по компасу, и когда мы ходим в район контроля пункта, мы ориентируемся под GPS, ну, где-то вот, либо слева, либо справа. Ну, в темноте, может быть, не давать ровно, да, куда хотел, да, вот, ну, по азиму, там, семь градусов, восемь градусов, как отличие может получиться, и ты уйдёшь, там, стоил, там, на сто метров, там, капец. А GPS это не даёт сделать, но он стоян надо, общаясь, где он находится, по газу, да. А у нас, по такому, значит, человек с GPS, он, ну, без компаса, условно, не без компаса, но он без GPS. А Дима помог, он бежит с GPS, мы с компасом, там, говорим, вот, Дима, куда-то, да, он будет, там, быстрее 200 метров, 100 метров поставлен, сейчас будет, там, просека, там, и так далее. А мы говорим, Дима, давай левее, давай правее. Почему? Потому что GPS так гуляет, да? Нигля бы не владеет Дима на GPS. Вы будете такие петли дополнительно делать, это всё проверено, и поэтому не заходить на длину по компасам. В GPS-е, конечно, есть карты, да, вот, есть заобьеровские карты, которые можно скачать, и залить в GPS-е не точно. Это вот, близко, вот, те же самые карты, да? А можно самому карту сделать, да, вот. Есть программа SAS Planet, вот, можно оттуда выкачивать любые карты, и загружать их в GPS. Ну, в формате KMZ, да, вот. В частности, мы так, с ним, загружали гугольские карты, да, вот, космоснимки. И нам, вот, когда у нас, какой-то этап, вы были с космоснимками, они, в принципе, так помогали, да, вот. Такие вещи. Ну, правда, это всё тормозит, потому что объёмы, мои правила, большие есть. GPS тормозит, вот. Вот. У нас команда большая, да, мы можем меняться постоянно, да, вот. Ну, менять роли. У нас, ну, не бывает так, что один человек бежит, он достаёт, он всё всегда делает, всех тачит, так сказать. Вот. Вот. Мы постоянно меняемся тут. Причём, разные люди по-разному наделятся, ходят медленнее, быстро, быстрее, и так далее, да, вот. У нас, там, Дима, там, панно бежит по дорожкам очень быстро, да, там, а лес он чуть похуже, да, там, например, или устаёт, или, там, GPS, вот, идёт работа, неудобно, да, вот, и держать скорость, смотрим GPS и бежать. Там, например, у нас, например, Коля уходит вперёд, ну, просадим, и пошёл, там, сейчас пустые, держит, ну, встаёт нам скорость, там, 7 км в час, да, вот. Вот. Ну, кроме дорожки, там, Дима меняется и побежит. Вот. То есть, что? У команды одна карточка, да? Вот, например, мы бежим по дороге, тут ображиваем, по ображке в кафе. Ну, народ так побегает, человек с карточкой раз в ображек отметился, и оправдан, да? И догонять, бежил убегающих своих двух. Чего в этом случае может произойти? Ну, ты, во-первых, с карточкой отдаёшь ему предплату, уже как, ребята, да? Человек с карточкой, например, у нас не один делится, да? Он выполняет такую вот мощную функцию бегать по высшему мальтмейстеру и догнать ребятами, да? Если там несложно одетерить, там, по дорожке, да? Вот. На этом тоже выигрывается, ну, на минуту, может, полминуты, на каждом КП выиграть. За счёт такой стартовки. То есть, не надо отрепляться по одному, потом бьются команды и бегают и брать КП, да? Для того, чтобы на отметку КП тоже отправить в деле. Достали карточку, засунули в компольсер, щёлк, там, подождали следующего своего, щёлк, на этом очень много меня выиграть, посчитайте. То есть, отметка одного человека 5-10 секунд, да? 50 умножить на 10, уже мы получаем сколько-то минут, где-то много, 9 минут, просто на отметку 1 часа будет КП. Не надо карточку убирать далеко, да? Вот у нас карточки, там, поскольку они делаются из пластика, с дырочкой, на резиночке, на запястье, вот так, скажем, болтается, вот, бежишь, болтается, можно убрать под руках, куда-то, в карточку, можно просто руки держать, вот карточку. С ней ничего не случится. Западуху, там, в кармашках, там, привязать или так, это тоже время, потому что, понятное дело, что можно планировать, побегая в кафе, ловку как достать карточку, щёлку, убрать ловку, но это всё равно время, да? У вас же в кармане ещё, в кармане руках, компас, карты, тоже как-то лучше с этим взаимодействовать. То есть, время экономит тоже без тем. Так называемое, понятие экономит время, низкость. То есть, вопросы, спать ли ночь в пятницу, мокрой, не спать. Вот смотри, ты укладываешь на ночлег, у тебя время, в полчаса, там, если встала, справа, да? Встаёшь, то же самое время, да? Спишь, то же время, у тебя может легко уйти на это 3-4 часа. У меня просто надо понимать, что, например, наша команда, я думаю, она очень плохо ориентируется на 3-4 часа. Я знаю, что у меня в 3-4 часа, я недавно делала, я с 3-4 часа нашла душе. По-моему, если я знаю, что это способность для кого-то, можно поспать лучше. Смотри, можно поспать, если у тебя есть планы не брать все хорои, да? И ты должна чётко понимать, что вот это ты время съедаешь с того времени, которое у тебя остаётся на промежущее, на промежущее. Ты придёшь на промежущее пинчика по темноте. Ты придёшь оставить в лагере по темноте, ужин готовить, спать меньше, субботу, месяц и так далее, да? То есть ты одно время укрепляешься по другому. Пожалуйста. Если ты в 8, ну смотри, ты в 8 стартовал, убежал 3 часа светлого времени, бегло спать, встал во сколько? 5. То есть ты вбишь 6 счетов. И вот если в бережке КП, переносить 6 счетов уже на вечер в субботу. Ты прибежишь 10 счетов вечера, если тебе КП вольный вечер. В субботу вечер. Убежал в субботу в 10, уже темно, места в хорошей занятой, нужно кровать искать, ставить в лаве, утром опять ранее старт. То есть надо понимать, да? Ночи на самом деле не так сложно искать КП, просто надо быть чуть внимательной и применять некие хитрые тактики. То есть ночи, например, это тот куст или вот этот. Ну, сложновато, поэтому если тебе на встречу идёт как-нибудь друг к другу, можно спросить, там? Ну если нормально, я скажу там, а если нет, значит нет. Если можно спрашивать, весь этот человек расслабляет. поспать, посидеть, отдохнуть, поесть, может домой уехать, на остановку, да? То есть сначала не надо настраиваться. Ты стартовал, а уже настраиваешь спать. Вот. По экономии времени, да? Вот, когда идёт взаимодействие внутри команды, между напарниками, тоже должно быть экономии времени, да? Вплоть до того, что есть на ходу, идти на ходу, там, плата у всех закончилась, в одного осталось, бежим, вот, ручей сейчас заполнит, тоже ручей, либо через 500 метров. Например, Ольга говорит, у меня есть. А, ну, давай через 500 метров такси наполним, да? В принципе, он экономит, там, 20-30 секунд общего командования. Да, вот. Таким образом. Да, вот. Либо, там, например, у меня закончилась еда, я говорю, у меня слепакана достать, я встаю, там, зачем тебе это надо, вот, делать шоколадку, да? То есть тоже он сам, да? Ужмотал, не надо быть только себе, что вот там, дилер, это только моя шоколадка, мой гель, да, вот, надо работать в команде. То есть мы работаем на команду, мы работаем на сокращение дилер на команде, да? Ну, дилер на сокращение дистанции. Ну, в том числе, там, напомнить воду, где-то отдохнуть. Ну, отдохнуть нет. Не отдыхали. Вот. У нас была такая ситуация, нет, весной была ситуация, что у нас один участник, мы бежали пятером, устал вот там, через там, восемь часов, и, значит, у нас начал падать, действительно, падать командная скорость, да? И мы, конев это, забрали выпуск рюкзак. Ну, это еще шесть килограмм, да, там, пять-шесть килограмм. И тащили, получили там, меняясь, каждые пятьсот, шестьсот метров, этот рюкзак. В это время, участник у нас отдохнул, поел, сносило, и там, через там, километра четыре, вот, мы его рюкзак отдали. Но, этим мы увеличили, командную скорость, выглядели. Да? То есть, мы ему дали вдохнуть, и выпали. То есть, нужно постоянно помогать, да? Друг-друг. Если вы бежите большой команды, как мы, пять, у кого-то там, полкило, либо килограмм, лично, это ничего, да? То есть, даст его скорость, там, полкилометра. Этого надо делать, да? Ну, это сложности, достижимое, когда вот люди, например, просто общаются, никогда не ходили вместе, и машли краски, идут и говорят, а пойдем, а пойдем. Вот идут и понимают, что некомфортно друг к другу. А тут еще надо делиться, помогать, тащить, как бы. Это сложно. мы тоже бегаем, ругаем, как вот взять вот это кафе, как вот этого там. Мы очень тебя ругаем. В основном я бегал, параллельно, кто-то на нас смотрит, еще не так ругаем. Мы тогда так беваем, да? Мы с Колей и Саней как-то бегали, рогим, а уже ночью такие, бежим. Значит, Коля что-то сказал, я не понял, бежим. Я говорю, Коля, мы где? А я ем. То есть, он сказал, ориентируйся ты, я поем. А я не расслышал, а я тоже шкарку убрал, и тоже бежим. Говорит, трапинки, я тоже еду. Завтра сбежали, там оврач такой был, и такие трапинки, раз. Хорошо, потом вот. Аня бежал, говорит, а я на вас надеялась. Ну вот на этом потеряли 5 минут, да? То есть, нужно четко говорить, кто что делает, ориентируется, проговаривать пути, я тебе копаю. Бежишь к контрольному пункту, и говоришь, вот, вот это сейчас возьмем. Нет, давай вот тут возьмем, да? То есть, сами нужно считать, кто взять, это взять, и так далее. Ну, условно, например, если вы решили, посидеть, ну, к сей вы будете, наверное, минут пять, да? Вот пять минут посидеть, ну, километры можно пройти до 10. То есть, 500 метров вы уже проиграли тому человеку, который не посидел. да? Если вот так вот четко говорить, что вот, вы посевы равны, и вот он уже у вас 500 метров, или пять минут, Ну, надо понимать, что, этот человек может еще без потом, да, вот, потому что он не посидел, не отдохнул там. То есть, как это определить, вот, сидеть, отдохнуть, либо, убежать, идти постоянно. Ну, на одном из лучших мурагене, на Урале, по-русски, вот, меня так срубил, на темноте, что вот я вот шел и так, говорю, ребят, надо посидеть. Мы сели такие, я две минуты поспал, стал все бодро. Да, вот, 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 сукорский был. Возможно, здесь тоже самое надо делать, да, вот, но мы это не приветствуем, то есть, нам легче там, вот, потащить напарника, ну, у нас большая команда, ему как-то помочь, и что-то помочь. А, не очень удобно, потому что, ветки мешают ветки, каналы, то есть, тактика там другая, мы, это, это тактика пульная, да? Аня подаешь? Вот, мы как раз бегаем, ну, есть лодиночка, есть просто быстрый такой, потащить. Вот, вот, цепить, на поле, на поле, да, например, и вот так вот, вот такая скорость движения, если вот, ну, первый сильный лось участник, то мы ходили с такой скоростью, тащили вот, участника, со скоростью, ну, шесть-семь километров, по дороге, да? Вот, шесть-семь километров, вот, такой, шесть-семь километров, да, такой скоростью может входить, вот, и, если, не нести, ну, не терморайте участие, ну, выпадется скорость, там, сейчас, потому что, вы идёте быстро, медленно, и так далее, это надо всё, конечно, просчитывать, это сложно, да, вот, но, надо понимать, что взаимодействие между участниками в команде должно быть, самое главное, да, вот, если они скажут, я устал, поехали домой, или давай сольёмся, вы должны, ну, вы, другой человек, должны понять, а действительно он устал, или, или его можно как-то мотивировать, чтобы продолжить шаг дальше, да, вот, потому что он завтра пригодится, там, или, там, через час, ну, не знаю, я как объяснить, да, что добавить, что самое сложное время, рассветное, когда все пойдёт домой, да, что, по слову, начинаем, как раз вопрос есть, утренний пикник, вы какой стимулятор используете? стимулятор, значит, разные стимуляторы, мы с Николаем используем барану, ампулу пьём там, по 0, ну, по половине, то есть, регулярно, в этот раз тоже, просто билём, но иногда не используем, в баране есть ещё эликорникен, он работает как прищепитель жира, да, в баране надо использовать, так вот, осторожно, потому что если вы проголодались, её выпилили, да, она, конечно, чуть-чуть поможет, но вы испытаете очень жуткую чушь голда, то есть, он же сначала поесть, потом её выпить, да, может срубить вас просто, потому что, проголодает, надо делать всё в Кока-Колу, вот, я иногда баран просто, вот, если её кончать, её выпивать, даже когда спать не хочу, потому что там, рекомендируешь, и дает силу, в Кока-Колу беду, вот, на стаке, потому что там много сахара, в Кока-Коле, там ещё, тоже, какие же, табачки, дают воду, да, вот, то есть, ну, это на стаке занимающая, там, сколько есть, и на чай помогает, Аня, используя, какие-то там, какие-то там, какие-то таблетки там, вот, вот, Дима, там, у нас Шеметихин, использовал, значит, такой, концентрированный, сильный кофе, с концентратом сахара, да, с обнеглоткой, помогает, действительно, если очень сильно мешать, там, один глоток, и там лучше, чем баран, мы используем, да, ну, все-все по-разному, то есть, кто-то вообще не использует баран, говорит, что она, наоборот, от её спать получится, там, и вообще не помогает, то есть, на самом деле, мне кажется, что это зависит от состояния организа в данный момент, может быть, вы больной бежите, может быть, у вас какая-то другая усталость на вас влияет, на вашу скорость, и на состояние организа непонятных. то есть, то есть, я беру, значит, всё, да, вот, по питанию, у нас, расскажет Таня, вот, по стратегии, да, можем, сначала, выслушать питание, а потом я расскажу, в стратегии, вот, как мы ходили, в московский, наш бросок осенью, и почему-то таким образом брали контрольный пункт. как вам? хорошо? Ань, тогда, расскажешь? Хватит, пол. Так, а что ещё, я так делал, подождение, добавим сейчас. ну вот, но, Алла Синкова, Николай не сказал, что, они ещё очень быстро сохнут, да, наморк, высох, тут же, то есть, вот эти штаны, они могут наморк, а у вас силы, они сохнуты, за счёт того, что они тонкие, и за счёт того, что у вас тело всё-таки увеличает, не то, и, отличный вариант, неносительную себе тяжесть, по словам, да, вот, ну, командная тактика, конечно, по снаряжению, тоже нам даёт выигрыш, потому что, в идеальном, вот, возьмите двух человек, либо одного человека, то есть, ну, в два раза ровно экономить на снаряжении, в два раза, да, вот, ну, может быть, можно сказать, что это килограмм, либо полтора, вы просто не берёте, да, килограмм, полтора, вы можете взять воды на снаряжение, в общем, да, что-то ещё, вот, готовы они. Начинающих, спортсменов, и тех, кто хочет, не сильно мучиться, во время марш-броска, потому что марш-бросок, мероприятие такое, достаточно, тяжёое, именно по физическим, составляющим, вот, то есть, вам нужно будет какой-то промежуток времени, как бы готовиться. поле, ну, вообще, в любом виде активности, в любом виде спорта, есть четыре наиболее важные составляющие, это психологическая, техническая, физическая, и, и, тактическая. Начнём с психологической подготовки. То есть, для московского марш-броска, психологическая подготовка, это, это один из немаловажных факторов, то есть, вы должны быть готовы к таким испытаниям, как холод, жара, различные насекомы, и при этом оставаться постоянно в адекватном состоянии, то есть, контролировать себя, контролировать то, что происходит вокруг, не нервничать, не паниковать, и, как бы, быть готовым к этим трудностям. А техническая подготовка? Ну, техническая подготовка в лесу, как бы, тоже, достаточно специфическая вещь, то есть, что может произойти? Это, различные преодоления трудностей в виде завалов, болота, прохождение по, каким-то, водным препятствиям, то есть, вам нужно быть готовым к тому, что, это не просто бег по ровной поверхности, либо ходьба, а вы, должны обладать некими навыками, чтобы была возможность это быстро, и без травм, пройти. Тактическая подготовка, тактическая подготовка, о ней, как раз, рассказывает здесь Сергей, поэтому я на ней застрять в плане не буду, он еще продолжит немножко, ну, то есть, это как вы берете кафе, как планируете дистанцию, что он развивается под этим, а как вам все делать. Ну, и физическая подготовка, это самое важное, на мой взгляд, при прохождении ваш броска, подготовка к нему, она включает в себя умение быстро, долго, и, как бы, хорошо бежать, или выйти, вот, и физическая подготовка, она, как бы, неоднодневное мероприятие, то есть, это достаточно длительный процесс, который происходит в течение, ну, как бы, макроцикла, от двух угодов. Федическая подготовка напрямую зависит от, скажем, функциональной подготовки, то есть, это то, как ваш организм способен воспринимать ту или иную нагрузку. Функциональная подготовка, она, в общем-то, определяет то, как вашей сердечной системы, дыхание, кровообращение, сердечная система, готовы воспринять то, что принесет вам определенное мероприятие. Хочется сказать, что все четыре вида подготовки, они, непосредственно, между собой взаимосвязаны. То есть, ну, как вы будете себя чувствовать, то, как вы готовы преодолевать различные технические сложности, это обуславливается вашей функциональной подготовкой. Ну, вообще, может быть, мероприятие достаточно длительное, и, собственно, что мы с вами тренируем при подготовке к мастовскому маслу, это общая выносливость. Общая выносливость поднимает под собой возможность организму сопротивляться длительным нагрузкам в течение достаточно долгого времени, и ваш организм при этом не устает. Вы идете, либо бежите очень долго, и чувствуете при этом себя достаточно хорошо, ваши эмоциональные возможности, организм работают при той же, ну, в том же режиме, если бы это происходило без определенной серьезной нагрузки. Вот. И общая выносливость, в общем, она подразумевает потому, что вы готовы к длительным восприятиям нагрузки. Рассмотрим отдельный диалог тренировочный процесс. То есть, если смотреть на каждую отдельную тренировку, то в процессе тренировки есть три стадии. Первая стадия – это подвотамительная стадия, разминка. То есть, вы во время разминки приготовьте свой организм к восприятию других более серьезных нагрузок. Разминка обычно проходит в течение 10-15 минут, и вы как бы разогреваете свой организм, выгодавливаете все системы, дыхательные, сердечно-сосудистые, мышцы к восприятию новых более серьезных нагрузок. Как почувствовать, что вы уже подготовились, что вы уже разогрелись? Обычно это происходит естественный процесс, то есть, фотоотделение. Если произошло это, то значит, ваш организм уже готов к основной части тренировки. Основная часть тренировки, она занимает наибольшее количество времени, и во время основной части вы как раз таки тренируете то, ради чего вы проводите все тренировки. и заключительная часть тренировки это заминка. После заминки, после основной части тренировки, заминка нужна, чтобы вернуть ваши мышцы и другие системы организма в исходное состояние, чтобы они не перебреждались, разогнать лишние скопившиеся вещества в мышцах, и таким образом вернуться в прежние комбинги. Ну, вообще, подразумевается, что каждая тренировка должна иметь с собой цель. то есть, вы выходите на круговую дорожку, либо в парк, либо в лес, и ставите прежде всего для себя цель, потому что иначе не будет стимула тренироваться. То есть, вы можете улучшать технические навыки, это очень важно, чтобы вы могли помещаться по сложному рельефу, правильно ставить ноги и не травмироваться при этом. Восстановительная тренировка это, если до этого было что-то длительное, либо какая-то очень суровая силовая работа, то установительная тренировка это просто вы легонечко пропадаете определенную дистанцию, может быть даже пешком, и просто устанавливаете свои мышцы в последующем тренировочном процессе. Основная цель тренировки это улучшение физической подготовки, то есть, мы ради этого и тренируемся, чтобы с каждым разом переходить на новую группу ступней, улучшать свои физические данные, физические кондиции и быть готовым непосредственно по соревнованиям будет находиться в наилучшем позе. Также во время тренировочного процесса можно тренировать различные виды выносливости. Опять-таки вспоминаю, что марк-красот это все-таки больше мы тренируем общую выносливость, длительную выносливость, но в данном случае мы рассматриваем что мы тренируем привлекание организма по длительным наборам. Также немаловажная цель тренировки это участие в соревнованиях. Каждый цикл тренировочного процесса он должен ориентироваться на то, что скоро какой-то старт и мы должны готовить. в данном случае рассматриваем матч-бросок как основной старт и постепенно подходим к этому мероприятию выходя на свой пик-поз. Следующий лайк. тренировок во время тренировочного процесса что мы получаем то, что на начальном уровне у нас есть некий квадрат и с увеличением количества тренировок мы постепенно выходим на новые дни. То есть мы улучшаем свою ностальность и готовы к восприятию новых нагрузок. Немало важно то, чтобы ваш тренировочный процесс повторялся. То есть не нужно делать так, что вы сегодня побегали на месяц об этом забыли и через месяц пришли и еще раз это даже абсолютно и самое главное бесполезно. То есть тренировочный процесс должен быть постоянным и цикличным. Скажем поставили себе цель 2 раз в неделю и вытащили какая-то активность и рады задерживать этого режима. В случае если не получается это придержка то выходить обратно на базовый уровень придется немножко откатываться назад. После того как вы достигли какого-то определенного этапа, определенного уровня, то можно изменять тип нагрузки. если вы например бегали, начали бегать с того, что 40 минут бегали, 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 вам стало комфортно, потому что добавлять постепенно километраж, то есть увеличивать объем тренировок. Увеличить объем тренировок. После того как вы достигли какого-то значения, скажем это 50 минут 60. Дальше увеличить объем достаточно бессмысленно, то есть вы готовы уже перейти на более новый уровень и изменить интенсивность тренировки. То есть вы можете менять скорость при сохранении того же объема. то есть например бегали 30 минут эти 30 минут пробегали 5 километров, а через определенный период времени мы уже готовы пробежать 6 километров. Ну и не забываем про то, что после каждого тренировочного процесса после соревнований заключительный этап в цикле нужно выполнять восстановление. Восстановление зависит от того насколько тяжелой была нагрузка определенная к вашему организму. То есть если это марш-бросок, где вы в течение практически двух суток не спали и был какой-то дискомфорт и потратили достаточно много сил, то в течение недели-двух то можно даже ничего не делать. Либо совсем легкие какие-то кроссики. В общем наша задача восстановить отловение. Совещение общей физической подготовки и специальной физической подготовки. В данном случае это применяется так, что не просто бегать по ровному рельефу с определенных препятствий, а все-таки постараться хотя бы раз-два в месяц наезжать в лес и там пробовать продвигать проходить расстояние по такому рельефу, который наиболее приближен к реальным вашим броскам. Следующее. После каждой тренировки у вас появится определенная реакция организма на грудь. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, как ваш организм воспринял какую-либо примененную к нему на грудь. Как правило, во время тренировочного процесса увеличивается частота сердечности сокращение. Это естественно, это нормально. Потому что более интенсивно себя ведет организм в отличие от спокойного состояния. Увеличение ударного объема сердца и изменение глубины дыхания тоже связано с тем, что организм переходит на другие резервы, которые в естественном состоянии вы обычно не используете. То есть если применяются видовые тренировки то все эти реакции проявляются сразу и замедлительно. Дотопление мышечной усталости опять-таки это такое понятие очень относительное. В принципе доводить до состояния что у вас что-то устало не нужно. То есть усталость бывает такая хорошая, бывает плохая усталость. Как ее определить? Усталость в мышцах это в общем-то правильно. Усталость и она говорит о том, что вы качественно тренировались, хорошо провели время и это пошло в пользу. Если усталость связана с усталость либо какая-то непонятная усталость в системе капон-ликсинного аппарата это говорит о том, что вы что-то делали неправильно и возможно какая-то прошла микротрава. Соответственно какой усталость нужно оборваться только уже. после тренировочного процесса мы с вами наблюдаем за организмом следующий эффект. Они происходят как правило не сразу то есть не одни в нем а в течении определенного аппарата то есть вы замечаете, что вы готовы воспринимать нагрузку которая более интенсивная или более объемная и ваш организм уже не чувствует такого скомфорта как раньше когда вы только начали тренироваться мышцы привыкают приспосабливается вся система и дыхательная и сердечная сосудистая у вас меняется техника как бы о технике тоже много можно разговаривать как правильно бегать что им нужно делать но в целом не стоит оборачиваться нужно бегать так, чтобы вам было комфортно чтобы ваши мышцы и главные связки и суставы не чувствовали какой-то дискомфорт как я уже об этом говорила ранее уменьшение массы тела это обычно заметно у тех людей которые до этого страдали избыточным весом то есть при увеличении объема и интенсивности как правило масса тела уменьшается однако если человек сухого телосложения то наоборот происходит увеличение мышечной массы и масса тела при этом увеличивается наоборот то есть что мы с вами наблюдаем после всего того что мы с вами проделали и достаточно длительное время цикличность и непрерывность тренировочного процесса мы заметили что происходит преодоление определенного порога вы привыкаете к новым нагрузкам то есть повышение порога переносимости нагрузки той которую до этого ваш организм не мог воспринять здесь как бы подведение итога того что о чем я вам говорила есть некая база у каждого она своя эта база и в течение определенного времени база сохраняется чтобы изменить линию прямую вам нужно изменить тип нагрузки который вы преподносили для своего организма то есть это либо увеличение объема если объема уже не буду увеличивать то увеличение интенсивности после этого вы переходите на новый этап на новый уровень и так вот продолжается это происходить в течение нескольких циклов ну как я уже сказала если не получается соблюдать регулярность тренировочных процессов по базе она как-то останется на этом уровне и изменить ее достаточно будет сложно здесь расскажу кратко о том какие вообще бывают виды тренировок общая о чем мы с вами говорили и что нам нужно тренировать успешно проходить марш бросок и чувствовать себя достаточно комфортно на этом мероприятии силовая выносливость это как правило больше относится к различным лунам на короткие дистанции люди занимаются силовыми видами спорта скоростная выносливость скоростно-силовая это тоже в общем-то относится к тем дисциплина ну вот например если вам нужно в какой-то момент вы куда-то панковаете во время марш-броска то есть окончание финиша скажем через определенное время вам нужно в общем-то ну она крайне редко поменяется на самом деле она чаще даже на дороге это скоростная и скоростно-силовая выносливость то есть когда нужно свой организм вывести из такого монотонного состояния и заставить его сделать что-то сверх нормы вот тогда в общем вот эти виды тренировочного процесса они если они применялись они будут полезны дальше ну кратко еще расскажу о том какие вообще наблюдаются виды процессов нагрузки это аэродные процессы которые происходят при участии кислорода который транспортируется извне в наши мышечные клетки и при этом процессор организма проходит нормально у вас не выделяется молочная кислота мышцы чувствует себя хорошо и вы в том числе тоже то есть накапливается определенная усталость через какое-то время но она накапливается нескоро и эта усталость практически не влияет на вашу работоспособность если при этом конечно организм тренирован аэродные процессы они происходят без участия кислорода вне то есть кислород выходит тот который у вас наполнен мышц ну и тогда процесс проходит неправильно то есть скапливается молочная кислота и такую нагрузку длительное время выполнять нет возможности а дальше ну здесь я вам кратко расскажу о том как стоит тренироваться то есть подразумевает что есть некий макроцикл 6 месяцев ну 4-6 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей организма то есть начинаете с того что представляете прямую линию да и не нужно подняться на следующую ступень двигать базовый уровень на более высокую ступень начинаете если вы совсем-совсем раньше не бегали никуда не ходили не было никакой активности начинается с того что 10-15 минут бегаете медленно просто возможно даже со сменой шаг но это совсем для начинающего уровня дальше можно увеличивать объем то есть увеличивать продолжительность тренировок и когда вы уже почувствовали что организм готов к новым нагрузкам то можно менять тип то есть переходить на более новый курс это будет происходить постепенно то есть это происходит не сразу в течение месяца двух у всех по-разному происходит изменение функциональной возможности организма ну тип тренировок во время основного курса это различные кроссы они могут быть разной интенсивности то есть мы уже здесь не увеличиваем объем а изменяем интенсивность то есть мы бежим быстрее при этом расстояние преодолеваем меньше чем во время пазового курса различная прыжково-силовая работа то есть вы меняете тип тренировок скажем пробежали какое-то расстояние сделали силовые упражнения опять-таки без использования снарядов а просто на счет использования силного и применение бегов в пересеченной местности это тоже очень здорово то есть вы меняете поверхность вы меняете интенсивность и как бы организм привлекает к тому что есть не только ровная прямая по которой он уже готов проезжать есть еще и различные способы бега в горке и по непонятным приедам ну и когда уже в течение скажем трех месяцев вы делали постоянно не прерывая курс данный тренировочный процесс вы можете усовшенствовать навыки то есть бегать переменные кроссы ну да переменные кроссы скажем километры быстро километры медленно два километра быстро два километра медленно и в общем таким образом менять свои физические возможности ну как правило это все делается в течение шести месяцев а то и года и поэтому в этом мастерском мы конечно уже не успеем повторить но если есть желание то это всегда можно начать с любого момента времени и поставить конечную цель там какие-то соревнования очень важно и идти к ней используя публичность кроме того есть различные другие виды активности ну например лыжный вид спорта зимой то есть на лыжах можно преодолевать гораздо большее расстояние для здоровья менее подготовлено физически и велосипед однако тоже с осторожностью потому что там совсем по-другому работают мышцы и связки плавание вот ну про плавание ничего не скажут потому что плавать не умеют говорят что очень полезно и кожа сбывает в носу давай дальше и еще дальше ну как бы мы дошли до темы как избежать травм во время тренировок и непосредственно во время у нас броска то есть ну надо прежде всего начать с того в чем вы будете бегать и в чем вы пойдете желательно чтобы эта обувь совпадала вот потому что уже и обувь к вам привыкла и вы привыкли к обуви вот и знаете как бы испытывали ее во время тренировочного процесса и опыт должна быть удобным как я уже говорила не прерывите тренировочного процесса т.е. если в какой-то момент вы прерываете то не нужно начинать застанавливаться с какой-то интенсивной тренировкой т.е. лучше начать с длительного просто который покажет насколько вы потеряли форму и на сколько сильно обязательно нужно вам застанавливаться Балансированные нагрузки. Ну, это опять-таки о том, что если у вас было либо соревнование, либо марш-бросок, то не нужно после этого мероприятия очень сильно форсировать нагрузки и доводить организм до истощения. Мы забываем про разминку и заминку. То есть и то и другое, оно способствует тому, что организм лучше воспринимает нагрузки, лучше восстанавливается. Ну и, собственно, быстрый бег тоже только на стабиле и мышке, то есть после разминки. Также растяжка. Не стоит начинать тренировку с растяжкой. Лучше пробежать 10 минут, а потом выполнять растягивающую кожу. Потому что можно случайно либо повредить мышку, либо связку, особенно если это касается холодной погоды. Если вы выкаетесь какими-то тренажерами, нормальными тренировками, то стоит это делать самостоятельно. Не стоит делать, а только для руководителя, который проверенный, который вы проверяете. Иначе противополучие может привести к необратимым процессам и травмам. Следующий слайд. Ну и здесь, как бы, подключение о том, где можно побегать, как можно побегать. На таких информационных ресурсах всегда есть свежая информация о пробегах, о соревнованиях. Можно это использовать и следить за современные тенденции. Значит, еще расскажу о том, что не стоит бегать на носках. То есть, есть такой стереотип, что бег на носках это хорошо, это правильно, на самом деле это неправильно и я не очень понимаю, как вообще это осуществимо при беге на негалительные дистанции. То есть, устаёт подъём стопы, устаёт микроножная, кневовидная мышцы. Вот, и опять-таки это может привести к травмам и, в принципе, ну, бег на носках это вещь, которой занимаются бегуны на короткие дистанции. То есть, можно бегать на полном сходе стопы на носках, полностью встали стопы. Ну, опять-таки, не стоит на этом сильно акцентировать внимание, потому что бег, он должен быть достаточно естественным. Вот, если у вас есть как бы товарищи, с которыми есть возможность бегать, то нужно стараться, чтобы этот товарищ будет сильнее, чем вы. То есть, чтобы была возможность за ним тянуться и постоянно совершенствовать свои науки. Не забываем о том, что дышать стоит ртом. Вот, даже стараться во время холодной погоды примечать свои опыты дыхания к тому, что дышать нужно ртом. При этом больше пислородок поступает в организм, и у вас открывается много резервы, о которых вы, может быть, раньше не знали. То есть, при салоне дыхания в организм не покупает столько пислорода, сколько ему нужно. То есть, да, вы можете дышать ртом, а при этом идти пешком. При тех же татарах можно дышать ртом и предлагаться быстрее. Вот, ну и плавно перейдем к тому, что питаться во время нагрузки. Значит, если вы занимаетесь какой-то интенсивной нагрузкой, то есть она занимает более часа, и час-полтора, то стоит с собой брать еду и питье. Вот. Еда должна быть калорийной и при этом легко утвояемой. Ну, обычно это шоколадки, буратки, романтичные, снижающие продукты. Питье, оно, как правило, состоит из, ну, либо просто воды, если дома сильно жарко и нагрузка не очень длительная, либо жидкость с добавлением различных энергетических продуктов. Непосредственно на ММГ есть, как бы, два типа питания. То есть питание, так сказать, горячее и питание, которое используется во время подовой и дуровой части. Горячее питание подразумевает под собой, кто в свой раз вы будете принимать пищу от момента старта и до окончания масс-броска. То есть, когда вы начнете стартовали вечером, поужина дома, либо на работе, значит, вам нужен завтрак, обед, лучше к следующему дня, и такое же повторение через день. Ну, это уже исходя из того, как вы собираетесь планировать дистанцию. То есть здесь это связано непосредственно с планированием дистанции. То есть, например, мы не берем завтрака следующего дня, потому что завтрак будет активная беговая часть питания. На активную беговую часть питания, как правило, как я уже говорила, берутся предъезжающие продукты. На усмотрение каждого. То есть это могут быть и батончики, шоколад, макреват, различные печенья. Ну, то есть это абсолютно индивидуальный подход. Употреблять активную вот эту пищу, которая не горячее питание, нужно так, чтобы вы не чувствовали голода. То есть не доводить организм до момента, когда вы почувствовали голод, когда вы начали активно запитывать его сахар содержащими продуктами. То есть нужно выработать какую-то периодичность, скажем, час-полтора, когда вы закладываете в себя продукт питания. И каждые час-полтора примерно 30 грамм. Это зависит от индивидуальных особенностей и от интенсивности нагрузки. То есть, если вы бежите, то кушать хочется больше. Соответственно, частота употребления увеличивается внешний тип пищевого питания. Что касается бивочной еды, горячей еды. Да, нужно тоже стараться брать калорийную пищу, но при этом так, чтобы организм достаточно легко ее усвоил, переварил и не было дискомфортных ощущений на следующий день. Как правило, это либо макароны, либо гречка. Добавлением не полностью содержащей пищи. Мясо, сосиски. Это зависит от температуры гостя. Если слишком жарко, то не всякий продукт будет до следующего дня. То есть нужно на это тоже обращать внимание. Но, правда, кушеное мято, оно достаточно долго живет и питательно, и полезно в том числе. Кроме того, на бивочную еду берут обычный чай, сахар и какие-то сладости, которые вы не употребляете во время беговой части, потому что они изрядно надоедают. Поэтому нужно, чтобы питание было разнообразным. На завтрак можно использовать сухое молоко с кашами или с мюсли. И, в том числе, это у нас сладкое питание. Если мероприятие достаточно длительное, то, как я уже говорила, сладкое очень сильно надоедает. Поэтому его можно разнообразить и бутербродами с сыром, например, и с мясом. И, как бы, это будут и дополнительные калории, и, в том числе, изменение типа питания. То есть вам уже не будет так негативно идти различное сладкое. Но, как бы, это не только относится к марш-броску, но к любым видам длительной активности. То есть, если будет рот, может быть, или тренировка перед марш-броском. В общем, нужно стараться, чтобы питание было калорийное, разнообразное и легко удвояльно. Сейчас есть различные гели. И, в общем-то, хорошо достаточно идут, но это на любителе. То есть, если вы до марш-броска не пробовали эти гели в том числе в тренировках, то не стоит играть сразу на марш-броске. Они просто могут вам не понравиться, и вам день проехать вместе с вами за суток, если вы какие-то любители привела. Вот. Ну, в принципе, их попробовать стоит. Они легко устраиваются. А то на жаркую погоду, когда человек практически не лезет, в самом деле, они, в общем-то... Да, для любителей, то есть, по-разному. Вот. Что касается питья. Значит, на старте у вас должно достаточно быть питья. Опять-таки, надо смотреть по погоде, чтобы обеспечить, скажем, первые 4-5 часов дистанции. Ну, во-первых, неизвестно, что с питьевыми водоемами. Есть водоемы, в которых достаточно безопасно пить. Вот. Поэтому лучше иметь воды немножко безопасно. Начальный этап. Ну, и смотреть, конечно, по погоде. Если слишком жарко, то лучше положить побольше. Если погода, температура низкая, то организм не будет употреблять много воды. И опять-таки, зависит от интенсивности того, как вы проходите в станцию. Чем быстрее вы будете проходить дистанцию, тем сильнее вам будет хотеться и пить, и есть. Вот. Добавление различных изотоников в питье, это как бы правильно, хорошо. То есть, во время интенсивной нагрузки у вас расходуется много солей. И как бы восполнять их нужно за счет добавок. Ну, добавки происходят совершенно разные. То есть, это могут быть и обычный регидрон, купленные в аптеке, там, разбавленные вареньем. Вот. И могут быть специализированные изотоники, которые выпускают примерно те же производители, что и ели. Ну, кроме того, можно что-то домашнее делать, я скажу. Ну, как бы перед тем, как вы планируете решать ваш бросок, вам нужно сделать какую-то предварительную раскладку все-таки по еде, чтобы не брать слишком лишнего, да? То есть, не тащить лишний вес и не отдавать его. Ну, конечно, сдавать нехорошо, но тащить на себе это неблагодарное занятие. То есть, нужно постараться уложиться так в количество употребляемой еды, которую вы планируете во время ваш броска, чтобы она оптимально выходила под тип нагрузки, который вы будете использовать на раскладке. И немножко запасы, чтобы не было бога. То есть, ну, пишется обычная раскладка на каждый прием пищи. И примерно привидываетесь в половину с продуктами. Ну, как правило, она уже есть такая более-менее тепловая, и можно использовать то, что есть в интернете, периодически как-то складывается, и эти впечатления от раскладки на наш броска. И можно это использовать и ходить к чужим опытам для начала, а потом уже прийти к каким-то своим питомам. Ну, про питание, про питье, как бы кратко так. Есть ли какие-то у вас вопросы? А сублиматы когда они брали на ММВ или это роскошь какая-то? Ну, нет, сублиматы не брали. Да, это, наверное, роскошь и, в принципе, бесполезная, потому что, ну, лучше как-то запечь мясо, курицу и ввести свежее домашнее с собой. Ещё не брали на ММВ или вовремя, и это не брали на ММВ. Имеет смысл тренироваться для улучшения своих кондиций не реже, чем 2 раза в неделю. В часах. А, в часах. Ну, зависит от интенсивности. То есть, если это интенсивная тренировка, то достаточно там в пределах часа вместе с разминкой. Если это какая-то длительная тренировка, то она, в общем-то, заменяет ногеями бесконечными. Зависит от 2 часов и до 3 часа. Ну, то есть, длительная тренировка, да, она, наверное, от 2 часов. А в неделю только. В неделю. Именно по часам. Ну, по-моему, я вот так. По-моему, 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 сейчас. По объему, где-то 50, наверное, 60, если без соревнований. И когда именно готовишься к чему-то. То есть, когда в период нетренированности, то там сильно лава уходит. Нет смысла ее посчитать. А скоростные какие тренировки не делаете? Скоростные тренировки обычно партнерки. То есть, бежишь, скажем, 4 минуты в таком быстром достаточно режиме. Ну, у людей, которые имеют пульсометр, это порядка 170 ударов, наверное. У людей, которые не имеют пульсометра, но хорошо чувствуют себя сфотоконистом. Это, в общем, на таком паровне. Мне главное, конечно, что вы все-таки их делаете и регуляруете. Да. 50-60 километров в неделю. Но это без учета каких-то длительных мероприятий. Так, сейчас. Здорово, про обеззараживание воды. Про обеззараживание воды. Ну, мы ничем в воду не обеззараживаем. То есть, пьем практически всех водоемов. Но, как бы, такой немаловажный факт, если водоем прокитает через речку, ручеек через населенный пул, то это лучше не пить, да. То есть, нужно смотреть, чтобы ручеек начинался где-то в лесу, в ображке. И даже если он там начинается в несколько километров, ну, при этом, не проходит через населенный пул, то, скорее всего, он безопасный. Ну, в стоячую воду не очень приятно пить, она обычная, чем населенный пахнет, вот. Ну, в принципе, она после трех дней пойдет. Да? После трех дней пойдет. Да, да. То есть, видимо, как-то организм перестраивается, и не было случаем, что ты что-то пьешь, и оно как-то потом скатывалось. Не было. А насчет обеззараживания, ну, многие боятся, конечно. Вот. Есть какие-то специальные таблетки, вот те, что даются. Они, там, в расчетах потребляемого объема, они лучше туда, и можно их использовать, и там делают. Вот. Ну, какой вопрос? Домашняя тушенка. А, домашняя тушенка. Это, в смысле, фимикан, да? Да. Ну, фимикан, да. Да, да. Это очень здорово. Ну, фимикан длительное время занимается, давление. Проще там мясо натречь, два часа и готово. Вот. Как раз испыхать, просто пожаря, как бы, нет. Убасы купить. Не-не, оно нормально держится, да. Но, конечно, выдерживает тушенки точно. Фимикан, да, это вот, хорошая штука. Вот, если есть еще какие-то вопросы. Еще вопросы. Стоит ли вы, да, какие-то, где-то, где-то с весом? О, нет, с весом. Смотри, смотрите, значит, на начальном этапе, как бы, если вы только начали тренироваться, то вообще не стоит никаких лишних внедрений в организм, то есть небеды с весом и... Не слишком интенсивность, то есть нужно, чтобы организм привык к рождению нагрузки и чтобы мышцы приадаптировались к чему-то новому. Потом уже, когда, я уже говорила, организм почувствовал, что он перешел на новый уровень, то есть легко воспринимается к чему-то ночью нагрузки. Внимание сотрудников! Прошу всех, товарищам, консультантам, собраться в норме в свойствии. Спасибо! Вот. То можно попробовать постепенно, там, с домным знаком, такой вот, ну, их, как бы, исходить на ваших глазке и, там, раймейдах, вот, можно эти тесты, и организм будет вытекать. Ну, слишком часто не стоит, если там чаще раз в две недели, это, ну, я не знаю, по ночи, но и встал, и встал, и встал. Какой-то армурс. Вводительный спектакль, ну, допустим, я нахожу, за час в 200 км, там, и мне подготовка, то есть вы встану будете? Ну, да, да. То есть, встану, 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 постепенно вывечивать ее, ну, опять-таки, зависит от цели, то есть, если планируете весь, там, скажем, пробежать, да, не переходя на крыл, в смысле, конечно, на шаг можно переходить, я имею в виду, такая цель, как бы, спортивная совсем, то стоит увеличивать постепенно набросок, но именно делать это постепенно, и следить за тем, как реагирует на это, прежде всего, форм-выбительный аппарат, колени, связь и спина. Ну, тогда, наверное, у меня все? Если вопрос не будет, то дальше. Значит, я в пору расскажу про тактику и стратегию 5-й карточный пункт на марш-вроскарте. Значит, на марш-вроске есть и линейные дистанции, есть и дистанции нескольких звездного поля, да, которые нужно взять. Эта карта, значит, осеннего марша-вроскарта, сейчас я на эту бумажку катнусь, и расскажу, как мы убрали в кафе, да. Значит, обычно организаторы теперь делают как? Они в начале областарта делают такой вот, такой вот, кроме пунктов, для того, чтобы разделить участников, потому что участников стартует много, там, тысячи человек, чтобы не было там одних троп и так далее, вот такой вот, вношен троп, они вырученств уделяют. Значит, при получении карты и вот с таким вот звездным полем нужно понимать четко две вещи. Итак, какую капе брать первую, да, и какой капе, сделка, мягче чуть-чуть, брать последний, чтобы уходить уже дальше, да, по линейному пошелу. То есть нужно две части, да, вот линейный пошел туда. Вот, то есть, когда мы получаем на старте карту, мы на самом деле время не теряем, сразу бежим вот, ну, может, секунд 10-15, секунд 10-15, у нас после первого капе нужно брать, вот второй. А синие капе контрольных пунктов, значит, мы понимали, что нужно брать второй капе, номер два, первым, да, и, значит, на выходе нужно либо брать двой капе последним, либо десятым, да, значит, по всяким тактическим вещам, уже по анализу предыдущих стартов, мы понимаем, что основного, организация так ставит контрольных пунктов таким образом, как быть, ты их не прав, и прибежишь на конечное состояние по прямой межу капе. Но от того, как ты спланируешь дистанцию, ты прибежишь ее либо тяжелее, либо легче, да. Вот. Мы планируем как? Мы брали сначала второй контрольный пункт, да? Как ведется? Берется по дорожке, все четко, ясно, вот он... Ну, мне не сотрудничать, Антон, а дальше, что-то пройти по этой палке. Спасибо. Дальше, значит, дальше мы понимаем, что мы, если мы начинаем метад, если мы контролируем пункты таким образом, да, то мы создаем в себе много острых углов. Ну, мы не запомнили, там, ничего, но мы не будем пользоваться, потому что мы с вами поймали. Значит, острые углы платить тем, что ты пробегаешь к дистанцию в прямом и обратном направлении, и ты какую-то часть стояния тебе сам приводит, что если ты бежишь больше, да. Поэтому надо стараться приводить вот этих острых углов. Да. Мы, значит, это понимаем, планируем дистанцию. Значит, два, один, шесть, одиннадцать, да, вот? Вот по дороге, то он слышит, выслит водовоз по П, одиннадцать, дальше восемь, три, четыре, пять, значит, девять, двенадцать, десять, и убегали дальше, да, вот? У нас получил вот такая вот и перекаж, вот самое неудобное, какой был одиннадцатый, потому что, конечно, выезжаете по дороге, за ним и обратно превращаются на восемь. А остальное все было бы нелогично, да? Здесь дистанция, на самом деле, может быть, было по-другому, но на тот момент у нас сложили вот такая вот ну, значит, взгляд, да, вот? Могу вопрос. Да. Пока вот кто-то планирует прямо так ходу, а он не ориентируется? Он не ориентируется. То есть, ну, первый человек бежит, ну, в данном случае я бежал первым, я отсекал вот всякие вот эти микро-дельефы, значит, всякие там корошки. Выбирайте первое, которое к нему ведет, а в этот момент кто-то собирает работу. Да, то есть, первое капе я бежал, а ребята в это время бежали, что ли, как будем брать, или какое-то капе, значит, пошлить. То есть, первое, это нужно определить какое-то капе первое, да, вот, а второе, с какого капе вы должны находиться, чтобы бежать дальше. Вот это вот главное. Причем, последнее капе, оно более важно, вот, как-то не ходить. Вот. Ну, конечно, при планировании кислах надо читать, что вот здесь дорожек нет, здесь вот дорожек нет, здесь вот дорожка есть, можно по ней бежать, да, вот, удобно. То есть, когда планируешь кислах, ну, тут достаточно сложно, нужно, убираем льняные углы, острые углы, да, и можно понимать, и можно понимать, что вот с айзингом ходить намного медленнее, чем с первой подорожкой. Поэтому, когда идет командный просчет, тактически, взятие капея, то, ну, да, ну, да, может быть один, там, два капея, лидер бежит, идет, а остальные берут, считают, да, ну, это вот для бегунов. Для психологов то же самое, то есть, можно на ходу уже просчитывать. На самом деле, либо вы сидите, и стоите там, и просчитываете, либо идете медленно, и просчитываете, и роль не играясь. То есть, ну, есть, то есть, на него вы экономите какое-то время, нечего стоять, да? Извиняюсь, вот такой вопрос, а если бы вариант пойти сразу вот на шестерку, то есть, сразу по дороге, выйти, да, то есть, вот со старта, да, сразу по дорожке, там, считается прямо сразу наверх на шестерку, за это время, пока до шестерки, все остальное разбирается, и не плутать, вот по первому. А дальше шестерку куда? А, нет, вот, а дальше практически так же, как у вас. А дальше одиннадцать, восемь, а как бы два вот этих попробовать? Вот взяли первую шестерку, да? Мы брали два и шесть. Одиннадцать, восемь. Возле четверки на единицу будет мы пятерку. Вот так, вот так, в виде азимона вы тренируете только в своей коре стаи не пропустите, ты ее нужно брать ближайший к старту КБ. Да, ближайший. А с другой стороны, как бы за этот момент вы рассмотритесь. А вот здесь, за этот момент вы тоже успеваете. И вы постоите на с каждой стороне. Потому что, ну, конечно, здесь нужно иметь некий опыт, и нужно иметь возможность с кем-то совещаться, да? Советоваться. Потому что если один ведет, а второй я сейчас все спланирую, ну, значит, и ура, да? Лучше вопросов стать, и то я спланирую. То есть, команда из трех человек намного эффективнее, чем команда из двух человек, да? Но он менее эффективен, там, в четверг, человек или в пяти. Ну, только потому, что там вот, чем большее количество людей, тем на глаз какие-то там, как бы, вещи определенные, да? Вот. Один заболел, другой встал. Ну, самый внимательный человек. Один ведет, но и просчитывает, и как планирует. Тут, понимаете, тут большой предминный шестер, он заболел, да? Вот. Если бы потом ухали на тройку, хорошо взяли четверку, по дорожке, азимус, азимус, азимус. То есть, мы получаем сразу три азимуса, да? Хорошо здесь не написано, что это давало. Может быть. То есть, и поскольку есть ручьи, то здесь, конечно, тоже не давало. Надо как-то сгибать, либо они глубокие, да? Мы же взяли вот с капе два по дорожке, а потом капе один азимус, да, плохой был. Ну, мы брали вот так, да, вот так, да. А потом шестерку брали, обычную дорожку нашли, дорожка, здесь дорожка, здесь какая-то вот дорожка, вот это хорошо считается, как вырубка, то есть, в принципе, взяли какой-нибудь, мощный. потом отбел четверка, вот на эту дорогу шляли ее, потом была пятерка, тоже вот так вот с этой дороги взяли ее. То есть, часть, часть маршрута, мы всегда планируем, что он будет по дороге, то есть, беговым, быстрым и так далее. Ну, здесь все просто, тоже пятерка и двенадцатая дорога, здесь вот было плохое, вот этот белье, я помню, мы вот так выбирали, вот такая, то есть, быстро пробежали, тут такая канава, по-моему, это была Даша Сухайка говорила, взяли двенадцатый, десятый тут, прошли, а тут там, тут, по-моему, GPS, конечно, и все так однозначно. Ну, седьмой тоже, седьмой тоже GPS, не помог, взять вот, вот этот, некий пункт вот такого, полянки, потому что там, я помню, хороший полянка, непонятно, где был у него пункт, потому что под GPS, сейчас с GPS ходили, минуты стали, вот, ну, а дальше седьмой уже, выбирали, устаёт, как-то так, да, вот, на двенадцатый и дальше, да, вот, девочек подольше. Значит, а, как только в начале старта оборвалась карта, дальше идёт линейное КП, а, ну, нужно же набрать, где-то километраж, дистанция, 80 километров, значит, здесь мы, здесь организаторы распределили участников по карте, а здесь уже набираем километр, да, вот, и дальше, побежали, побежали, вот, и побежали на смену карты, на смену карты, примерно, 6 километров, 20, 25, от старта, мы думаем между теми, какой, да, то есть, либо половина дистанции, либо меньше половины дистанции, либо меньше половины дистанции, значит, уже где-то часов, 12 дня, час, или там, 10 утра. нет, если мы его стартуем, если мы стартуем, 15, там, 5-6 утра. Уважаемые покупатели, для закрытия нашего магазина осталось 30 минут, выездили на троих, просим, отдастся на расчетную спорту, и приемлемые решения. Вот, на смене карты нам выдают опять карту, значит, мы с ней бежим дальше. Дальше. Вот, ну, здесь, на осеннем марш-броске, тут, 1-2 партнеры, то есть, получалась некая линейка, которая позволяла набрать километры, да, вот, нужный километр, 50, если можно. А, ну, на каждом марш-броске есть какая-то специфика, чтобы народу было интересно, что там, ориентируются не просто, просто как рогейные ориентируемые, там, бег по лесу с картой, и так далее, и так далее. А, они придумывают всякие вещи, там, космосферки, по фотографиям, ориентируемые людей, ну, там, по легендам, по-моему, созвездия какой-то, да, его тут нету, к сожалению, зоны города, да. Вот, дальше. Значит, добегаем на фронт-финиш, ночуем, значит, и, так же, на следующий день, такой же, вот, осенью, звездное поле, значит, ракейно, значит, ну, той же целью, чтобы не было, таких мощных игрок, и, более-менее, следует участие по дистанции вначале, да. Как мы правильно рассказывать не буду, я скажу, что, здесь дорожек было очень много, достаточно, таких хороших, и было уже на топке. То есть, мы стартовали, не самый первый, мы стартовали через два. Ну, это не только с той целью, чтобы уже появились эти дорожки, а только потому, что у нас было там, четыре человека, вот, и пока один там, поел, пока другой там, оделся, то есть, прошло какое-то время, и мы после этого стартовали, да, но вот эти дорожки, везде кафе, которые были, они нам немного помогли, собрать, ну, воентировать, да, вот. Причем, тот же принцип, да, нужно найти кафе, готовый мечтать, и нужно найти кафе, который заканчивается. Ну, два, наверное, только кафе, который заканчивается. Ну, 6,45, да, мы, наверное, заканчивали 46, да, мы заканчивали 46. Вот, что он взял. То есть, вы получаете звезды в поле, понимаете, с какого кафе начать, и понимаете, с какого кафе точно нужно уходить, и уже как-то начинает планировать под ним. Если у вас никак не ложится планировка, надо срочно что-то здесь делать. Ну, может быть, с другого контроля пункта нужно уходить, или на 47, да, то есть, что с этого, то есть, то есть, неудобно брать его. Его можно взять 43, на 42, на 45, и уходить, да, и тут, получается, опять плоскрирует, да. Мы брали, значит, 43, 45, 44, 42, 45, 46, это, нет ни повода, То есть, мы стараемся этого избегать. Конечно, не всегда, это удается, но... Вот. И осень также была в конце звездное поле. Ну, наверное, там был интересный лес, и так же, чтобы участники не бегали там, не знаю, либо там, как я рассказывал, участников по местам, опять, чтоб было давить больше интересного, а вот, формигантов, где он стоит, либо просто у них тут схватило, из митража, до места финиша, вот, чтобы его где-то набрать, минус 10, либо, 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 вот, этот по тактике, значит, я делал, контрольных пунктов, на данном марш просто, вот, да. По стратегии, значит, на Express есть статья, там, вчера она приведет, по-моему, нам это все очень хорошо написано, то есть мне, как бы, добавить нечего, то есть статье, то есть статье, просто вот это вот, не выложишь, не расскажешь. Да. А как вот, вы планируете, вы запоминаете, записываете, или метки в GPS ставите? Запоминаем. Ну, поскольку у нас большая команда, ну, а тут, понимаете, однозначно, бежишь, 54-м, хорошо, дальше. Дальше, вот таким образом он пойдет, да, вот, все. Ну, тут, понимаете, тут 8 кп, а если больше, вот, в начале, там, 12 кп. в начале, а то же самое, то есть, мы с модом, в начале, ну, в начале, с двойки, и все, как дальше? а уходить все на плят. то есть, были идеи, брать свою ручку, что-то рисовать, но, когда бежит там, три человека, ну, и все, знаете, с самого начала поняли, как будет, все кафе брать, ну, не забываем так, то есть, один забыл, второй не забыл, там, напомним, а, в другой момент, что, когда бежишь, вот уже где-нибудь здесь, да, ты понимаешь, что лучше, уходить не с этого кафе, а вот с этого, да, вот, и нужно что-то срочить переделы, либо не переделы, то есть, постоянно идёт общение с участниками, какие-то споры, разговоры, и так далее, ну, например, кто-то сошёл агер, и, очень много людей, тогда просто завал, они тут не написаны, да, вот здесь завал, значит, есть завал, это тоже написано, значит, что-то обдумывали, может, пойти по другому, может, отъезжать, там, как, то есть, есть такие моменты. Я видел, у вас на том семинаре, вы показывали с верёвочкой, вы планируете сначала, изначально? С верёвочкой мы планируем, когда есть родиль, там есть время на планировку, перед стартом, то есть, здесь вы это не используете? Да, это ведёт по другому. Да. Спасибо. То есть, мы планируем на ходу, потому что, потери времени, стоял там, прорисовал, не факт, что вы хорошо на стое нарису, или без силы, если вы найдёте, это потери времени, да? Хорошо спланируете, пока, только по опыту, если у вас есть, то это хорошо спланируете, если у вас нет, вы либо хорошо спланируете, либо не очень хорошо спланируете. да? Ну, только как. Но, много раз, мы сравнили свои, вот, планировки, с соперником, то есть, получалось, что, здесь ведь надо, то есть, у метража бывает, побольше будет поменьше, но, по времени, все ведут примерно так. ну, давай, вот, вот, вот наш трек, да? А, расскажи, может быть, прайдинг сейчас поднимется? Ну, здесь, то же самое, чтобы убрать, седьмое, здесь восьмое, и вот пошли вот такие вот, да? вот, то есть, там есть участки, где по дорогам идёт движение, а есть участки разины, вот. по примеру, с 45-го на 46-е, посмотрите участок, как бежать, выбежали на дорожку, побежали, и один, у нас минимальное расстояние, на дорожке, на хоть, 90 градусов угол, получается. То есть, тактика, в том числе, состоит в том, что, по дорожке, можно там, хорош скорость замочить, да? Потом, бежали в лес, уже отдыхаете, бежите, хорошая скорость, но, отдыхаете, да? Вот, если же просто все вот так отбегать, дорожка, если есть, то возможно, что может просто выносливость нам и сил не хватить, да? То есть, у нас, в том числе, тактика в том, что мы в лес входим, съезжаем в скорость, начинаем там, еще раз что-то просчитывать, потому что, у нас, в быстром беге, не получается не просчитать, да? Ну, вот так далее. Ну, здесь вот тоже, как показывают, дороги, тут, понятно, дороги, тут как-то мы и так пошли, в случае большинства, ну, на этот завал были, может быть, плохие, по-моему, здесь вот, тоже ошиблись, то есть, везде вот есть какие-то густы, хотя он письку умой, но он был не обозначен, да? Это ошибка, на этот момент, она была так, и аккуратно, а мы идем, ну, минут там, все восемь ездили на этом участке, и даже, ну, видите, тоже, нет, ни одного острова у планеты, только обратный ход на один, и все, но он был довольно быстро, потому что там хорошая, такая была, сантовая дорога, ну, такие вещи, при планировании, конечно, ну, являются только с опытом, соревнований, таких соревнований, там, хогейнов, вот, если вы не планируете, например, брать, все КП, вы считаете, что, блин, я не возьму 10 КП, и начинаете уже думать по-другому, тут уже другая для него, ну, блин, неправильно, я не пыталась КП, почему-то, реально, так, и, что так же, да, еще раз вопрос, если, допустим, подбегаете, ну, не то, что, ну, там, за километр, скажем так, вы по ней пойдете, или все-таки, как вы наметили себе, идти, там, по ней пойдем, но, если мы поймем, что она идет не так немного, как она может, мы не уйдем, да, конечно, мы, например, побежим по ней метра сто, вот она влево уходит, да, ну, она может уходит по хорошему лесу, да, вот так, и мы по ней не пойдем, если только специализовал, да, ну, понятно, потому что, вот это вот тоже, потери минуты, полминуты, когда разница между лидерами, или, там, на 18 часах 2 минуты, сами понимаете, минуты вверх кидать, это убирать, вообще, поэтому везде, конечно, экономим время. Еще вопрос. Можем заканчивать, потому что время уже много, видео, значит, появится в интернете, но не знаю, когда, да. Да, кстати, объявили, вместо старта МФП, это станция тесно, по велесному направлению. Еще раз, какая станция? Тесно. Тесно. Спасибо большое вам всем за внимание, пожелаю вам всем удачи на вашем проспекте, чтобы все удачи федишировали, и выполнили поставленные цели. У меня есть вопрос, на вашем приказе. Можно?